Полина Смирнова, обладательница тембра колоратурного сопрано, стала лауреатом первой степени на международном фестивале в Австрии. Конкурсу девушку полгода готовила Наталья Кузнецова. Самым важным этапом состязания был видеоотбор. Для него вокалистка с педагогом специально изучили 13 произведений. Мы просто держали целых полгода эти 13 произведений, просто по накатанному отрабатывали, потому что мы не знали, что выберут. Когда мы касаемся произведений, мы вникаем в эпоху сочинения. Мы полностью разбираем. Если это на итальянском языке или на каком-то немецком языке произведение, то нужно обязательно дословный перевод. То есть нужно прожить это произведение. И Полина это с удовольствием делает, потому что она выбрала эту профессию. По итогу видеоотбора от организаторов пришло приглашение выступить в Зальцбурге на сцене зала, где играл сам Вольфганг Амадей Моцарт. Перед Полиной стояла непростая задача – сработаться с незнакомым концертмейстером Олегом Яновским и выступить перед иностранной публикой почти без репетиций. У нас прогон был, всего один с концертмейстером. И я вот все думала, как это пройдет. Переживала, вышла на сцену, прям все отошло. Выложилась, отрепетировала. Нам дали буквально 30 минут в тот же день, в котором мы выступали. С концертмейстером сыгрались, он меня подлавливал. В основном проблемы были по темпу. Мы разобрались, все хорошо было. Я уже после прогона репетиции не волновалась. Спокойно вышла на сцену и спела. Выбрали совершенно серьезные произведения. Это взрослые все произведения, которые исполняют взрослые звезды, вокалисты. Вальс Мюзетты из Богемы Пучини, Варламова «Что мне жить и то жить» и Штрауса «Куплет Адели». Очень сильно волновалась. Я прям села в самолет, начала обдумывать, как это все будет проходить. По приезду в город все как-то отходит на второй план. То есть становится как-то легче дышать, когда видишь других ребят, которые съехались со всех городов. Заводишь новые знакомства. Диплома международного уровня наградили как саму вокалистку, так и педагога Наталью Кузнецову. В следующем году Полине Смирновой предстоит поступление в ВУЗ. Она хочет связать всю свою жизнь с пением.